Особое мнение на 101FM Я бы из плюсов назвал то, что до сих пор на всех городских маршрутах города Кирова работают кондукторы. Я все-таки за то, чтобы они и дальше оставались, потому что водитель, я думаю, что не справится с той нагрузкой, которая на него будет возложена, если отказаться полностью от кондукторов. В Ярославле, к сожалению, на большей части городских маршрутов кондукторы отсутствуют, что в том числе приводит к ДТП со стороны водителей, потому что он должен следить за безопасностью дорожного движения за дорогой, а не обелечивать пассажиров. Ну и в том числе немножечко, скажем так, ухудшается качество приборки подвижного состава внутри, потому что кондуктор это не только, в кавычках, кассир, который занимается функционалом сбора выручки, но и то лицо, которое в первую очередь поддерживает чистоту салона автобусов, троллейбусов, проводит уборки при выезде на линию и при возвращении в парк. Соответственно, этот функционал кто-то должен будет на себя взять. Так вы прям много ведь, вот в одной фразе так много плюсов назвали, то есть у нас и ДТП меньше, и в автобусах чище. По сравнению с другими регионами, где нет кондукторов, да, есть с чем сравнить. По крайней мере, мы неоднократно на заседаниях по безопасности дорожного движения в Ярославле слышали критику со стороны контролирующих надзорных органов о том, что аварийность растет. И в том числе одна из причин это то, что водители отвлекаются от управления автобусами, троллейбусами и, соответственно, в это время обелечивают пассажиров и происходят различного рода ДТП. Вот эта тенденция, ну, раз уж мы начали об этом говорить, давайте тогда эту тему и продолжим, да, по поводу бескондукторного обелечивания пассажиров. И вот недавно появилась буквально новость, что в Кирове на 101 маршруте такие терминалы установили. Мы с вами за эфиром уже говорили на этот счет, да, вы называли как раз и плюсы и минусы. Ну, вот давайте слушателям еще раз поясним, так их тогда зачем устанавливают, если вот на примерах других регионов, да, уже видно, что это не очень хорошо? Ну, здесь в данном случае я думаю, что все-таки это необходимость, потому что мы не первый год уже слышим, что у тех или иных перевозчиков, у тех или иных транспортных предприятий не хватает штата кондукторов. Были даже случаи, когда тот же Киров пассажир автотранс выпускал несколько автобусов без кондукторов, соответственно, пассажиры перевозились бесплатно, водители их не обелечивали. Соответственно, безусловно, проблема эта есть, проблема, она вчера родилась, и в мое время работы в Кирове также была острая нехватка как водителей, так и кондукторов. Соответственно, это скорее необходимость, а не взгляд на что-то экстраординарное, скажем так. Я думаю, что здесь никто там за современными технологиями ни в коем случае не гонится, главное решить кадровую проблему. Соответственно, я думаю, я надеюсь, что все-таки те автобусы и троллейбусы, на которых есть штат кондукторов, они продолжат работать с кондукторами, а уже те, тот подвижной состав, на который не хватит, скажем так, нынешнего количества кондукторов, те будут работать по бескондукторной системе оплаты. И я думаю, что когда проведут эксперимент Киров-Пассажир-Автотранс именно без кондуктора, они поймут все-таки, что потеря выручки, они будут колоссальные, я думаю. Но есть другие регионы, та же Москва, когда устанавливала подобные, много лет назад, подобные терминалы, подобную практику вводила, у них, насколько я знаю, потеря в выручке достигала и 40%, в Перми было плюс-минус то же самое, там порядка 30-35, даже 40% были потери в выручке, соответственно, может произойти то же самое. Так, а вот по поводу Москвы. Я давненько там не была, но когда была, как раз была там вот эта бескондукторная система и очень похожие терминалы на те, что в Кирове сейчас установили. Как они эту проблему решили, как вы ее решаете? Ну, я думаю, что до конца эту проблему, безусловно, никто не решил, ни один регион, просто в каких-то регионах существует оплата перевозчикам по брутоконтрактам, соответственно, перевозчик без разницы, сколько он перевез пассажиров, и, соответственно, ему без разницы, сколько он собрал выручки и отправил ее в бюджет. Поэтому я думаю, что здесь до конца, как я уже сказал, никто эту проблему не решил, даже у нас в Ярославле, в том числе мы видим, что много безбилетных пассажиров курсирует. У нас сейчас будут увеличиваться штрафы за безбилетный проезд, он будет составлять порядка двух тысяч рублей, соответственно, это в том числе будет дисциплинировать тех или иных сотрудников. Но, безусловно, здесь необходимо будет усиливать штат контрольно-ревизорской службы, безусловно, нужно будет проводить там более пристальное внимание и большее количество рейдов по выявлению безбилетных категорий граждан. Соответственно, все эти мероприятия, они помогут, ну, ненамного, но снизить потери доходов. Но полностью, как я уже сказал, проблему эту я пока не вижу, чтобы кто-то из регионов решил. А вот та история с турникетами, она тоже раньше в Москве была, да, но от нее ушли, и потом вот поставили те, то оборудование, которое сейчас есть. А вот от этой системы с турникетом у передней двери почему ушли? Потому что в час пик невозможно обслужить, да, всех? Я думаю, да, в первую очередь, это, безусловно, зажив у нас в Владикире также, например, на той же остановке, там, Солнечный берег, где утром бывает, там, до 50 человек в одно время накапливается. Соответственно, представьте, там, дойти в 2-3 автобуса, это будет занимать несколько минут. Ну, вот я как раз это и представила, потому что я как раз живу рядом с Солнечным берегом, да. Поэтому пока не в курсе, чтобы хоть один регион, как я уже сказал, там, до конца эту проблему решил. В Москву тоже по мере возможности приезжаю и вижу, что в тех же автобусах количество пассажиров, которые приобретают билет, не превышает, наверное, там, 20-30%. И, к сожалению, ни разу не видел, чтобы контрольная ревизорская служба в Москве, по крайней мере, я ни разу на нее не попадал, проверяла билеты. Ну, Москва, по всей видимости, может себе такое позволить, в отличие от Кирова. Да, у них другие бюджеты, безусловно, они могут. А вот по поводу того, как у вас это происходит, вы сказали, что у вас уже там много автобусов, которые без кондукторов работают, да, вот какой это процент? Сейчас почти все городские маршруты, порядка, там, 95, наверное, процентов автобусов, они работают без кондукторов, как раз по так называемой системе брутоконтрактов. Соответственно, здесь ровно такая же история перевозчику, неважно, сколько он перевез пассажиров, ему важно, чтобы он проехал определенное количество километров в день, в месяц, в год. И за это он получает оплату. Соответственно, есть безбилетные, нет их, ему, водителю, вот без разницы. Идет из бюджета финансирование, да, как это происходит? Да, финансирование идет из бюджета, то есть всю выручку, которую перевозчики аккумулируют, они отправляют в бюджет, а бюджет уже рассчитывается с ними, исходя из пробега. Соответственно, есть создана специально здесь служба, организатор перевозок, у которых есть штат контролеров, которые обязаны и должны являть в том числе билетных пассажиров. Но, как я уже сказал, пока не будет серьезного штрафа, к сожалению, дисциплинировать жителей другими методами будет очень тяжело. Ну и, соответственно, полномочия, потому что даже выписать штраф не каждый имеет право сотрудник на пассажира, а вызывать полицию по каждому факту приведет к хаосу. Ну вот, насколько я понимаю из того, что вы говорите, вы за то, чтобы пусть эти автобусы будут оснащены оборудованием, но при этом пусть на них на всех работают кондукторы, да, но когда кондуктор не сможет выйти, заболеет, или когда для какого-то автобуса просто не найдут кондуктора, то тогда проблема будет быстрая и просто решена. Об этом вы говорите, да? Я считаю, что пока точно не время отказываться полностью от кондукторов. Если это необходимость, как я уже сказал, то, безусловно, здесь никуда не деться, потому что автобус в любом случае должен выйти на линию, потому что пассажиры не должны испытывать на себе это неудобство. Но, как я уже сказал, в такое время, в период СВО отказываться от человека, который, как я уже сказал, не только выполняет функции кассира, в кавычках, уборщика, да, но и следит в том числе за безопасностью в салоне транспортного средства. Оставленные предметы, вещи и так далее, различного там рода подозрительные личности, это все сейчас ложится на плечи кондукторов. Они обязаны по каждому такому факту докладывать непосредственно своему руководству. Соответственно, как я уже сказал, сейчас такое время, когда возможны, к сожалению, всякие провокации, безусловно, водитель не сможет полностью справиться со всем функционалом. Ему необходимо перевести безопасно пассажиров из точки А в точку Б, соответственно, следить за состоянием салона или оставленными предметами, вещами он уже не сможет в полной мере, как это требует сейчас обстановка и ситуация. Поэтому мое мнение, что пока ни в коем случае добровольно отказываться нельзя. Если нужда заставит, скажем так, и штат кондукторов будет сокращаться, тут никуда не деться, как я уже сказал, потому что пассажиры, в первую очередь, должны получить качественную услугу. Но добровольно я бы не стал от этого отказываться. А у вас, вот вы сказали, 95% без кондукторов. Это автобусы, которые прям всегда без них ездят? Или вот у вас тоже такая история, что если есть возможность, то кондуктор едет, если нет возможности, то не едет? Или это всегда 95% ездят только с одним водителем? Все, что по брутто-контрактам, как раз вот эти 95% маршрутов, они ездят всегда без кондуктора. То есть кондуктора были исключены из штатного расписания этих предприятий, этих перевозчиков. И при заключении контрактов они там не предусматривались. А другие маршруты, которые, ну их немного, но они остались, в том числе это маршруты трамваев, маршруты троллейбусов, они у нас пока работают с кондукторами. У нас также есть бескондукторная система, она у нас появилась там намного раньше, чем в городе Кирове. Соответственно, мне есть чем сравнить. Когда выезжает трамвай или троллейбус у нас без кондуктора, то количество пассажиров, выручка сокращается до 20% в день. Соответственно, этой суммы вполне хватило бы, чтобы оплатить заработную плату кондуктора. Вот у меня тоже сразу возник вопрос, почему автотранспортное предприятие может себе позволить недополучать 50% или сколько вы, 40% выручки, но при этом не может повысить зарплаты кондукторам, чтобы это были такие зарплаты, на которые народ бы шел работать. Ну, как я уже сказал, те регионы, которые перешли на брутоконтракты, они, скорее всего, были вынуждены, потому что, ну, мне кажется, что в Москве необходимого количества кондукторов просто физически не набрать. Даже при хороших зарплатах. Да, соответственно, они, наверное, там уже перешли на бескондукторную систему оплаты, наверное, как раз там их составила нужда это сделать. Что касается города Кирова, то, безусловно, там и в мое время поднимался вопрос неоднократно отказа от кондукторов, но я всегда настаивал на позиции, что ни в коем случае этого делать нельзя и приводил примеры. Но меня, конечно, слышали, и, как мы видим, пока от кондукторов там в Кирове никто не отказался. Но у нас есть пассажиры, которые говорят, берите кондукторов. Ну, слушайте, ну, у любого человека спросите, давайте уберем во всех магазинах охранников и продавцов, кассиров, да? Наверное, если скажут, да, это надо сделать. Ну, мы же понимаем, почему. Соответственно, здесь пассажир всегда будет против кондуктора, но перевозчик, он должен, как я уже сказал, оказать качественную услугу. И как это он сделает? По сути, это должно ложиться на его плечи. Я считаю, что ни в коем случае нельзя давать какие-либо распоряжения. Ему выгодно отказаться от кондукторов, значит, он откажется. Если ему выгодно оставить их, значит, он их оставит. Потому что просто отказаться от кондуктора, как я уже сказал, это повлечет за собой увеличение штата контрольно-ревизорской службы, причем серьезно необходимо будет ее увеличивать. Это дополнительные затраты на уборку салонов, автобусов, троллейбусов, поскольку, как я уже сказал, кондуктор в том числе функционал на себя брал. Поэтому просто отказаться от кондуктора и посчитать, что мы сэкономим фонда плата труда в нескольких сотен миллионов рублей. Ну, это неверное мышление. Но оно не сэкономит. Безусловно. Я думаю, что ни в коем случае не сэкономит. И проблем будет намного больше, как я уже сказал. Самый главный, ну, наверное, плюс в защиту кондукторов на сегодняшний день, это, как я уже сказал, СВО. На моей памяти очень часто кондуктора именно выявляли, в том числе, бесхозные предметы, оставленные вещи и так далее и тому подобное. В том числе, дети очень часто засыпают в автобусах, в коллегбусах, соответственно, все это выявляют и помогают, предотвращают делать кондуктора. А вот тогда проблема с водителями, кондукторами, она с чем связана в первую очередь? Ну, то есть, мы уже с вами поговорили, и, как я поняла, в принципе, там, можно было бы поднять зарплату, да, чтобы людей привлекать. А в чем тогда проблема? Ну, проблема зарплаты здесь, по крайней мере, в Кировской области, она, в принципе, понятна. То есть, я уже приводил пример неандоград, но Кировская область находится либо на последней, либо на предпоследней строчке по уделению финансирования на общественный транспорт. Нет, я понимаю, что в Кирове сейчас вообще все по-другому, да. Если вот про Ярославль говорить, то есть, почему, вот, и все-таки я пытаюсь понять, почему готово предприятие терпеть убытки, но при этом не поднять зарплату, чтобы нанять людей? Или предприятию просто удобно получать деньги из бюджета и не мучиться чем-то другим? Возможно, но, к сожалению, здесь я на эти решения в том числе не влиял. Мы на брутоконтрактах в Ярославле не работаем. Соответственно, у нас нет сейчас права выбора работать с кондукторами или без кондуктора, поскольку те маршруты, которые у нас есть, мы работаем с кондукторами. Когда у нас на предприятии вставал вопрос отказа от кондукторов, я ставил позицию оставить кондукторов, соответственно, и приводил примеры, что доходы, они намного выше с кондуктором, чем без него. Поэтому нас, как я уже говорил, и здесь в том числе слышали. Но система брутоконтрактов, да, она подразумевает собой как раз отказ в том числе кондукторов в нынешнем ее исполнении. Кто принимал такие решения и для чего это делать, ну, здесь мне, конечно, комментировать сложно, поскольку это было задолго до моего прихода принято. Ну, в Кирове, в принципе, мне кажется, пока эти брутоконтракты не очень реальны, да? Ну, отказаться от кондукторов в Кирове можно, конечно, и без брутоконтрактов, если будет чья-то политическая воля. Но, как я уже сказал, это все необходимо очень тщательно проработать, просчитать и ни в коем случае не идти на поводу того или иного критика, который критикует работу кондукторов. Да, безусловно, есть кондуктора, которым есть претензии, но я вам скажу, что много и тех, по которым приходят положительные отзывы и приятно их читать, и пассажиры их всегда отмечают. И мы, по крайней мере, придерживаемся практики их примирования, поскольку, как я уже сказал, они в том числе помогают и следят за безопасностью и внутри салона. Да, не все это делают, но я считаю, что большая часть все-таки заслуживает окружение. Долго мы на этой теме уже сидим, давайте на другую перейдем. Но вот опять же по тому, откуда брать деньги перевозчикам. Недавно появилась информация о том, что изношен сейчас на 70% транспорт общественный в Кирове, но еще три года назад была на 20% эта цифра больше. Ну, понятно, что за счет закупки новых автобусов на бюджетные деньги эту проблему решают, но сейчас трехлетние контракты у перевозчиков, и на них, в частности, на них лежит обязанность тоже по обновлению подвижного состава. Ну, вот, например, в 2023 году должны обновить на треть, как рассказал замглавы администрации Рейпин, в 2024 на 50%. Ну, вот мне кажется, что это цифры какие-то не очень реальные. Что скажете? Ну, на самом деле, здесь слукавили и в техническом задании, и в контрактах, и слукавили очень сильно. Насколько знаю, там еще в то время был Драчков, который это все принимал. То есть тут сказано обновить, но не сказано, что после обновления средний возраст должен остаться у перевозчиков. То есть обновить я могу 5-летний автобус на 10-летний автобус. Я исполнил требования контракта, я обновил, но только он стал не новый, не более-менший износ иметь, а просто обновил. Соответственно, у меня есть, грубо говоря, 100 автобусов. Из них я 50 автобусов купил, но старее намного. Я обновил, я выполнил условия контракта. Еще и подзаработал, да? Да, но у вас же не написано было, что автобусы должны быть новыми, либо иметь такой-то срок эксплуатации. И когда этот пункт, в том числе, я критиковал, мне никто не ответил, лишь там посмеялись. Поэтому мы сейчас ровно получим то же самое, что, в принципе, к чему и стремились. То, что перевозчики, услышав, что будут трехлетние контракты, и увидев эти контракты, и выиграв те или иные маршруты, безусловно, начали обновлять подвижной состав. На старый? Не новыми автобусами, это надо понимать. Стали закупать автобусы более свежие, но, тем не менее, это не новые автобусы. И надеяться, что хоть один частный перевозчик закупит парк новых автобусов, но это глупо. Примеры этому есть. Я приводил также пример, что за три года, сколько у нас торговались маршруты на год, было всего обновлено, по-моему, порядка 50 единиц подвижного состава. В то время как за полгода уже за прошедшие более 60 единиц перевозчики обновили. Соответственно, безусловно, они увидели стимул, что сейчас контракты еще будут два с половиной года действовать. Соответственно, можно позволить себе прикупить более свежую технику, повторюсь, не новую. А что мешало сделать это еще три года назад? Мы всегда эти вопросы неоднократно задавали и администрации, и министерству транспорта, но ответа мы не слышали. Реально обновить технику по условиям контракта, при этом закупив не старую, как вы говорили, а все-таки нормальную, и эти условия контракта выполнить? Ну, вот что касается экономики перевозчиков, частных особенно перевозчиков, мне там непонятно, но вижу, что, в принципе, они, как я уже сказал, начали обновлять. Что касается муниципального предприятия АТП, то мы видим, что они не выполняют это условие уже. То же самое, ну, то есть мы хотим сказать, что в 2024 году будет 50% новых троллейбусов, но, наверное, это глупо, а у троллейбусов прописаны ровно те же условия. Мы хотим сказать, что Киров-пассажир Автотранс, новые автобусы, которые покуплены на 2 миллиарда за 20%, это, конечно, нет. Ну, то есть, ну, понимаете, да, что в контракте написано чушь. Обновить. То есть даже тот же Киров-пассажир Автотранс, у которого все новые автобусы в городе сейчас, да, курсируют благодаря 2-миллиардному вливанию, они тоже должны эти автобусы обновить в следующем году, ну, там, до окончания контракта. В следующий год там 50% стоит. То есть они новые автобусы должны заменить еще более новыми. Где-то логика. А в чем смысл? Должны были прописывать по возрасту, например, там, к 2024 году. Возраст не должен превышать, там, грубо говоря, там, 7 лет, 2020, там, 5 лет и так далее. То есть нужно было к возрасту привязываться. Написали чушь, просто чтобы перед депутатами опять показать, какие мы классные. Смотрите, мы заставили всех переводчиков обновиться. А вы видели эти контракты, да? Там действительно так и написано, на 30%, на 50%. Да, да, это приложение было к контракту, ну, еще раз говорю, это вызвало только смех. То есть тот же там, Киров, подожди, новое автобусы должны взять и обновить по условиям этого контракта. Взячась отстранить двухлетние автобусы от эксплуатации и закупить новое. Ну, где логика? Это чушь. Показывает мне звукорежиссер, что нам надо на рекламу сейчас выйти. Прервемся и продолжим через полторы минутки. Продолжается программа «Особое мнение». Веду сегодня я, Мария Кожевникова. А в гостях по телефону из Ярославля член Общественного совета Ространснадзора, директор Ярославского АТП Денис Пырлук. Денис, ну вот раз уж вы в Ярославле, то интересно вообще, по каким направлениям там идёт развитие транспорта и какой из этого опыта, например, реально было бы в Кирове применить. Ну вот долго мы с вами сегодня говорили о бескондукторной системе. И какой я сделала, по крайней мере, вывод, что такую систему применять в Кирове не стоит. А есть ли что-то классное, чего в Кирове ещё нет, но было бы здорово сделать и реально? Слушай, ну много чего можно перенять и городу Кирову, и в том числе Ярославлю, и других регионов, где успешные проекты реализованы. Мы сейчас, например, тестируем систему «Антисон». Это система, которая позволяет оперативно отреагировать на изменение состояния водителя, на его усталость, не дай бог, если он там начал засыпать, глаза закрывать и так далее, разговаривать по телефону во время движения. Данная система у нас тестируется уже более полугода и, в принципе, зарекомендовала себя там с положительной стороны, но это, опять же скажу, не совсем дешёвое удовольствие. А как это работает? Кроме того, работает это так. Камера направлена в том числе на водителя. При частом моргании, либо просто при моргании, там с задержкой, либо, не дай бог, водитель в глаза и не открывает на протяжении определенного времени, либо разговаривает по телефону во время движения. Соответственно, срабатывает система, сразу же записывается видео, приходит ко мне, в водителю поступает такой громкий невыносимый сигнал, чтобы, если он уснул, он сразу же проснулся, а мне поступает звонок от диспетчера, не нашего, который находится на удалённом, что есть проблемы на таком-то транспортном средстве. Соответственно, у нас уже такие два случая были, и действительно было обнаружено засыпание водителя. А по поводу телефона ещё вы сказали, то есть если водитель начинает болтать по телефону, это тоже как-то отслеживается? Мне кажется, эта проблема даже острее, чем засыпание. Да, записывается видео, сразу же приходит ко мне, у нас создан чат, приходит ко мне в чат, ко мне на телефон, мы это всё отслеживаем, к водителям применяем телевидные санкции. Если закурил в салоне транспортного средства, сразу же система считывает, что у него во рту появилось что-то постороннее. И, соответственно, также принимаем меры. То есть типа есть нельзя, получается? Ну, за рулём вообще, да, ничего нельзя подобного делать. Кроме того, есть системы, которые помогают считать пассажиропоток, для того, чтобы как раз, если работаем без кондуктора, максимально исключить количество безбилетных пассажиров. А как это делается? Объявляется что-то в салоне автобуса, что вас здесь 100 человек и заплатили только 20, заплатите остальные? Или как это работает? Почти, да, только немножечко в другом ключе. Установлены датчики, которые считывают, сколько человек вошло, сколько человек вышло. Есть инфракрасные датчики, есть датчики, работающие по другой системе. Соответственно, нам поступают данные, как операторам, водителю поступают данные, что у него не сходится количество пассажиров, которые зашли к листу, которые там вышли и так далее. Соответственно, водитель знает, что у него часть пассажиров едет без билетов. Также за день по каждому рейсу видим, что у нас проехало какое-то количество безбилетников. Соответственно, можем направить контроль на ту или иную остановку, чтобы оперативно среагировать. Ну и, либо, если есть вопросы к водителю, то, как минимум, это будет доказательством того, что водитель не билетил пассажиров. То есть вот такие две интересные системы сейчас тестируются? Да, но я, насколько знаю, что в Кирове, Киров пассажир автотранс также в ближайшее время приступает к тестированию как раз подобных систем. Ну, как я уже сказал, мы их давно тестируем. У нас уже есть положительный опыт по ним. Но, еще раз говорю, это не дешевое удовольствие. Здесь, в Ярославле, это также заложено в систему брутто-контрактов, то есть оплачивает это все бюджет. Если это все взвалить на перевозчика, то, поверьте, он эти деньги мог бы направить на другие нужды, в том числе на увеличение зарплаты персонала. Вы имеете в виду на закупку, на установку этих датчиков? А по поводу Киров пассажир автотранс, расскажите, что вам известно? Система, на самом деле, не дешевая. Что вам известно по поводу КПАД? Что там уже закуплено, установлено? Нет, они, насколько я знаю, будут тестировать в ближайшее время как раз систему Антисон. Где-то я видел даже пресс-релиз у них. Вот как раз такую же систему, наверное, даже один в один. Вот мы как раз сейчас тестируем уже с прошлого года. Соответственно, если нужно, с коллегами и опытом, безусловно, поделимся. Есть, конечно, и минусы у этой системы, но там все будет зависеть от того, как ты настроишь те или иные параметры. Так, а вот еще по поводу... Хочу спросить еще по поводу каких-то общественных вещей, которые проходят в транспорте. Сейчас, подождите, сформулирую нормально. В последнее время интересные проекты, связанные с общественным транспортом, появляются... Да, господи, общественные, общественные. Сейчас, подождите. У нас в последнее время интересные общественные проекты, связанные с транспортом, появляются в Кирове. Ну, например, музыкальный автобус, который ходит к Дню Победы, экскурсионный, юбилейный тройлейбус недавно запустили. В Перми, по-моему, что-то подобное есть. А в Ярославле вот такие проекты есть на транспорте? Да, безусловно. У нас есть проекты практически к каждому празднику. У нас курсирует троллейбус. Был троллейбус новогодний, был троллейбус в честь Волковского театра, его юбилей и так далее. Были троллейбусы Победы. Ну, примерно то же самое все и здесь есть у нас. Есть экскурсии. То есть мы буквально в ближайшее время выделяем троллейбус на экскурсии. То есть для того, чтобы прививать, скажем так, молодого пока любовь к этому виду транспорта. Ну и, возможно, чтобы они к нам пришли через какое-то время работать. У нас есть на предприятии музей, создан здесь, где вся история нашего предприятия описана. Соответственно, также проводим различные экскурсии молодого поколения. А вы вообще, Денис, бываете в Кирове или нет? Да, я приезжаю примерно раз в две-три недели приезжаю. Но я по выходным. А, вы по выходным. Просто я подумала, может быть, вас когда-то в студию можно было пригласить. Но не бывает вас в рабочие дни здесь? Ну да, практически не бываю в рабочее время. Ну а вообще, катаетесь вы на транспорте кировском, когда сюда приезжаете? И катаетесь ли вы на ярославском транспорте? Где вам больше нравится? Ну, скажу честно, пока в кировском транспорте мне нравится больше. Во-первых, потому что много, скажем так, у меня до сих пор осталось хороших знакомых и водителей кондукторов. Безусловно, всегда, когда приезжаю, стараюсь несколько раз проехаться. Общаемся, спрашиваю, как дела, что нового и так далее. В Ярославле, безусловно, также передвигаюсь, особенно по выходным дням, на общественном транспорте. Есть, скажем так, и свои плюсы, и свои минусы. Но пока в Кирове роднее. Роднее в плане каком-то душевном, а в плане физиологическом комфортнее или нет? Ну, что касается качества подвижного состава, то, безусловно, в Ярославле он стал на порядок лучше. Потому что, как я уже сказал, там была проведена масштабная транспортная реформа два месяца назад. И большая часть подвижного состава стали новые. Соответственно, в Кирове пока до этого еще нужно работать и работать. Но, тем не менее, не только новыми автобусами и троллейбусами измеряется качество подвижного состава. К сожалению, менталитет водителей, наверное, большей части водителей в Ярославле оставляют желать лучшего. Хорошо, Денис. Никто так же не гонки, а есть и гонки. И даже система брутоконтракта сильно пока не спасает. Но, тем не менее, есть к чему стремиться. Просто характер такой горячий, да? Ну да, наверное. Денис, спасибо большое вам за разговор. Доброго дня вам, доброго дня слушателям. Да, взаимно хорошо. Особое мнение на 101FM